Травматологи и ортопеды Травматологи побывали и наши корреспонденты Здание Алтайского краеведческого музея начнут реконструировать в 2020 году Об этом во время Ночи музеев заявил губернатор Виктор Томенко Министры отправятся в школы региона Губернатор Виктор Томенко поручил членам правительства принять участие в последнем звонке который пройдет по всему краю 25 мая Последние звонки и начало учебного года, день знаний Это мы с вами обязательно должны этот день посвящать системе нашего общего образования Поэтому, пожалуйста, все запланируйте А к Министерству образования и науки у меня просьба, вы скоординируйте Помогите с организационной частью, с информационной частью Я напомню, в Алтайском крае сегодня работает почти 700 школ В этом году последний звонок прозвучит для 12 511-классников Добавлю, в этом году выпускники сначала будут сдавать информатику и географию Экзамены состоятся уже 27 мая Случай травли ребенка одноклассниками зафиксировали в одной из школ края В Рубцовской гимназии номер 8 два мальчика систематически издевались над одноклассником в течение года Так утверждают родители пострадавшего В ситуации разбиралась наша съемочная группа Терпеть рукоприкладство и оскорбление для одного из учеников Рубцовской гимназии номер 8 Стало практически ежедневным делом По словам родителей мальчика, двое одноклассников издевались над ним целый год Рассказать об унижениях родителям ребенок долго не решался Ребенок получается весь год терпел, до последнего молчал Жаловаться он никогда не жаловался, он все это держал в себе Со школы приходил угнетенный, без настроения Я постоянно задавал ему вопросы, спрашивая, что-то в школе случилось Он говорит, нет, все в порядке, просто болит голова, просто устал Классный руководитель якобы знал о ситуации и обещал разобраться Но никаких мер принято не было Однажды мальчик снял на видео поведение одноклассников Родители показали кадры педагогу В ответ классный руководитель предложила лишнего шума не поднимать И решить проблему без огласки Хотя в подобных случаях существует определенная инструкция Она сказала, зачем, мы не будем выносить это все на всеобщее обозрение На собрании Мы останемся после классного собрания И с вами поговорим с ребенком, с родителями этого ребенка Который на видео избивал моего сына И мы все решим Отец рассказал о проблеме директору гимназии Завуч, по словам родителей, знала о случившемся Но не придала особого значения этой истории даже после просмотра видео Тут не информативно, тут же не видно, что ребенка издевают Теперь в ситуации разбираются в Министерстве образования и науки Алтайского края С этого дня начнет работу комиссия, которой предстоит разобраться в том Как в гимназии пытались предотвратить издевательство над ребенком А также насколько качественно там была выстроена система работы с родителями На сегодняшний момент готовится встреча родителей ребенка с теми родителями Чьи дети данного ребенка обижали Поэтому я думаю, что консенсус будет найден Со стороны администрации и учредителя данного образовательного учреждения То есть комитета по образованию города Рубцовска Предприняты все меры для того, чтобы сегодня действительно конфликт был погашен Также отец ребенка обратился в муниципальный отдел МВД России И еще в ряд контролирующих органов Пока, по его словам, реакция от них не последовала Яна Аксенова, Сергей Сущевский, новости Травматологи и ортопеды во всем мире сегодня отмечают свой профессиональный праздник Но большинство встречает его на рабочем месте в операционной Не исключение и герой нашего следующего сюжета Александр Вайнтруб Травматолог-ортопед 11-й городской больницы Подробнее Анна Муратова 18 лет практики – это только начало В его профессии научиться всему просто невозможно Говорит заведующий травматолог-ортопедическим отделением городской 11-й больницы Александр Вайнтруб Сегодня он отмечает свой профессиональный праздник за операционным столом Лечит внутреннюю часть коленного сустава Уже завтра женщину выпишут из больницы Упала на колено, находилась в магазин и запнулась и упала на колено Это было 8 лет назад А полгода назад просто села на стулку, хотела передвинуться И вторая травма получилась Искра из глаз, резкая боль Папа Александра Станислав Мателеевич Вайнтруб Тоже травматолог с опытом работы более 40 лет Он вспоминает, сын хотел стать врачом уже в школе и быть похожим на папу Он, когда учился в школе, постоянно интересовался, чем я занимаюсь Когда заканчивал школу, сказал, что пойдет только в медицинский институт Ну а по окончании института сказал, что я буду работать в отделении, где работаешь ты И так появилась династия врачей в семье Вайнтруб Папа помогал освоить азы профессии Но теперь говорит, Александр ушел в свободное плавание Только он меня сможет научить своей профессии А он, конечно, я считаю, что лучший в нашей профессии И все передал, все свое знание передал мне Я как мог, конечно, впитал эти знания Ну и стараюсь сейчас использовать Теперь весь накопленный опыт Александр передает уже своим детям У него их двое Одному 8, другому 15 У меня два сына Одному уже 16 практически лет Ну, вроде как хочет пойти туда же Куда и пошел я Дело благородное Кто-то его должен делать Ну, пойдет он в нашу специальность Значит, придется и мне передавать свои и папины знания уже своим детям На примере семьи Вайнтруб становится ясно Травматология для них – это не просто работа А то, что объединяет их семью Анна Муратова, Михаил Лефуншан, Новости Более 100 музеев Алтайского края Открыли свои двери для посетителей в ночь музеев на минувших выходных Ежегодная акция прошла в регионе уже в 14-й раз Среди 36 тысяч ее участников был и губернатор Виктор Томенко А самые интересные площадки Барнаула посетил наш корреспондент Глеб Полянский Началась акция на нулевом километре Для посетителей работала выставка ретроавтомобилей А коллектив Алтайского музыкального театра подготовил несколько ярких концертных номеров С открытием ночи музеев присутствующих поздравила министр культуры региона Елена Безрукова Это всегда возможность увидеть музей по-новому Не консервативным каким-то учреждением, где хранятся экспонаты в пыли А где работают удивительно живые, творческие люди Которые придумывают для нас самые новые возможности открыть культурное наследие Открыть удивительные экспонаты, открыть новые площадки для себя Каждый гость акции выбрал свой маршрут Глава региона Виктор Томенко посетил несколько площадок В том числе Краеведческий музей Он был основан в 1823 году по инициативе знаменитого врача Фридриха Гебблера И начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова Здание на улице Ползунова – памятник архитектуры, истории и культуры середины 19 века И оно уже давно требовало реставрации Проблем с этим не возникнет, заверил губернатор Планы по реконструкции являются актуальными В настоящее время завершается подготовка проектно-сметной документации Я думаю, что, вернее, прохождение уже ею экспертизы Я думаю, что в следующем 2020 году мы закрутим работы, связанные с проведением реконструкции Наверное, это будет, бюджет обойдется более чем в 300 миллионов рублей Но время подошло, необходимость такая есть, и поэтому вопрос остается актуальным После Краевического музея Виктор Томенко прогулялся по исторической части краевой столицы В Государственном художественном музее осмотрел выставку фотографий, посвященных победе в Великой Отечественной войне И оценил экспозицию стрелкового оружия и советских ручных гранат тех времен Это наша знаменитая винтовка, трехлинейка В Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая Его директор Игорь Коротков провел для Виктора Томенко экскурсию и продемонстрировал лучшие экспонаты Например, знамя мира русского художника, ученого и путешественника Николая Рериха В следующем году музейная ночь пройдет в крае уже в 15-й раз Но чтобы посетить музей, ждать целый год не обязательно Их двери открыты для посетителей всегда Глеб Полянский, Алексей Шаульский, Новости Как создать успешный IT-проект с нуля Это знают участники 5-го городского форума разработчиков Хакатон 2019 на выходных Они в прямом смысле заперлись на своей IT-площадке И забыв про сон, два дня подряд воплощали в жизнь идеи О самых интересных результатах в материале наших корреспондентов 48 часов работы в режиме нон-стоп О сладком сне выходного дня участники забыли Всего их собралось 120 человек или 28 команд За двое суток программисты, дизайнеры и предприниматели должны с нуля создать IT-проект Он может быть любым, серьезным или не очень По словам организаторов, до конца, что называется, доживают не все Часть отсеивается на этапе питчинга, презентации идей За это время команды испытывают практически все, что испытывает стартап на своем пути То есть изначально они презентуют полностью ничем не подкрепленную идею Но за время мероприятия они общаются с экспертами, они общаются с коллегами Делают много ошибок, исправляют их И до финала доходят уже презентуя рабочий прототип Вот у Виктории Карачковой и ее коллег, например, проект бытовой Это гастрономический календарь Он поможет людям, у которых нет времени на то, чтобы спланировать свой рацион Пользователь такого сайта может составить себе меню на неделю Попробовать питаться по-новому, а потом поставить оценку комбинации блюд В дальнейшем ему будет, соответственно, предлагаться те блюда, которые ему понравились Они будут предлагаться похожие, чтобы они не повторялись теми, которые уже раньше были И таким образом, чем больше будет база данных, тем больше неповторяющихся меню можно составить для человека Там и рецепты, и расписание на целую неделю, и список продуктов И все это еще высылается, еще в дальнейшем планируется То есть как бы сразу оповещениями Планировали ввести монетизацию, то есть в плане, допустим, нативной рекламы Ну, доставку планировали ввести Пять команд с лучшими проектами разделили призовой фонд 50 тысяч рублей Но организаторы уверены, деньги здесь не главное Важнее связи, которые могут принести участникам пользу в ближайшем будущем Владислав Кириенко, Елизавета Конева, Сергей Балуев Новости На этом у меня пока все итоги этого дня Подведем вместе с вами в 20.30 Не переключайтесь